Учительница биологии Офеля Эдвардовна героини. Так ученики Брянской гимназии описывают действия учителя, который находился в классе во время стрельбы. Сразу несколько школьников рассказали, что когда 14-летняя Алина открыла огонь, шел урок биологии, который вела 26-летняя Офеля Мкрчан. По словам детей, она закрывала собой детей, из-за чего получила ранение. И без ее действий жертв могло бы быть больше. Также ученики говорят, что после этого ей потребовалась помощь врачей, при этом официально о ранениях взрослых не сообщалось. В разговоре школьники также отметили действия другого учителя-преподавателя физкультуры Максима Коробеца, который спасал детей и носил их на руках после стрельбы. 14-летняя Алина, кроме расстрела одноклассников, планировала поджог школы. У нее в рюкзаке нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок. Также с собой у восьмиклассницы было ружье Бекас и два ножа, один из них она спрятала в носке. А в тетрадке девочка написала, что ей очень нужно встретиться с каким-то другом. Последние два дня Алина, устроившая стрельбу в Брянской гимназии, была не жива, не мертва. Сегодня утром она отказалась от завтрака. Классная класса рассказала следователям, что девочка была не жива, не мертва последние пару дней и выглядела странно. При этом никаких конфликтов в классе последнее время не было. Алина была замкнутой девочкой, училась на хорошо и отлично. В основном в классе она общалась только с сестрой, никакой агрессии за ней не замечали. Прошлой весной у Алины и одноклассницы возник конфликт, учителя пообщались с девочками, родителями и, по словам Людмилы, ссора быстро забылась. Сестра Алины была более общительной. Обычно девочки приходили вместе, но сегодня Даша пришла первой, без Алины. Как рассказала учительница следователям, сестра находится в сильнейшем шоке, она ничего не знала о планах Алины. Когда родители девочек приехали в школу, Даша расплакалась и начала целовать маме руки. В школе официально деловой стиль одежды, поэтому Алина обычно ходила в белой блузке, как и другие. Но сегодня восьмиклассница оделась во все черное. Как мама рассказала учительнице, сегодня она даже не позавтракала. Сама учительница не застала стрельбу. Она хотела зайти в класс, проверить, кого сегодня нет, но по дороге в кабинет услышала выстрелы и узнала от других учителей, что в школе стрелок, после чего действовала по инструкции и закрылась в классе. Задержана директор Брянской школы после стрельбы в ней. Почетный работник общего образования России Галина Сауткина сейчас на допросе в местном отделе СК, ее процессуальный статус пока не определен. Ключевые вопросы от следователей об организации пропускного режима и охраны образовательного учреждения. 52-летняя Галина Сауткина возглавляет школу с 2017 года, ранее она преподавала математику. Стрелявшей девочке уже исполнилось 14 лет, и если бы она осталась жива, то не слабая ответственность. Максимально возможное для несовершеннолетних наказание 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии. А вот ее отца могут отправить в колонию на два года за небрежное хранение оружия, повлекшее смерть двух и более лиц. Также в настоящее время допрашивают сестру-близнеца стрелявшей девочки. Они вместе пошли в школу сегодня. И если будет установлено, что близняшка оказывала помощь в подготовке преступления, тогда она может нести уголовную ответственность как пособник в убийстве. В случае, если девочку систематически травили в классе, она имела какие-то проблемы с поведением. Но никто из взрослых не обратил на это внимание, учителя и директор будут нести ответственность за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц. Здесь предусмотрена самая суровая ответственность до семи лет тюрьмы.